Голдовое вознаграждение На аккаунты, кстати, в том числе и на аккаунты Вот Блиц А если хотите сразу дополнительно получить Немножечко голды, то ссылочка и промокод В описании Еще раз здоровы всем ребят В общем, я с этого ролика решил возродить раздачу голды на канале Голда появилась, есть возможность раздавать Поэтому никаких особых условий Просто ставьте лайкосик Пишите любой осмысленный комментарий В конце комментария оставляйте свой танковый ник Буду рандомно выбирать по два победителя Которым буду раздавать по 1000 игрового золота Вот А написать комментарий, ребята, разумеется Сегодня у вас прям появится огромное желание Потому что Я играю в эту игру уже 11 лет И за эти 11 лет Я для себя, знаете, что понял Чем более упоротой кажется Машина на момент, когда Она появляется На супертесте Тем в последующем это становится более Интересный и какой-то нагибучий танк Но то, что сейчас выкатили на На супертест это просто ужас Это просто без слез не взглянешь И на самом деле этот танк Он, наверное, больше вызывает вопросов Чем каких-то ожиданий Давайте я вам расскажу В общем, появился тяжелый Британский танк Который будет называться Калибан Это восьмой левел То есть вы сразу должны понимать И у вас Вот на протяжении Пока я буду рассказывать вам Про эту машину Будут появляться Огромные вопросы К этому танку Ну, типа А это вообще играбельно? А зачем так сделали? А почему такой дисбаланс? А где справедливость? А как на этом вообще можно играть? В общем, давайте начну рассказывать Калибан Тяж Обладает неплохой броней По крайней мере Так нас заверяют разработчики Броня башни 250 Броня ВЛД 130 Не самая, я бы сказал Нет Мы не знаем В каких местах это броня Да Какие там углы Какая приведенная броня У меня сейчас нет возможности Пощупать 3D модельку этого танка Иначе я бы вам уже Это все показал и рассказал Это в принципе не имеет значения А видно, что разработчики Главное нам понять суть Видно, что разработчики Пытаются сделать танк Который, ну Плюс-минус держит удар лбом Плюс там башня, как вы понимаете Крепкая 250 все-таки во лбу заявлено И плюс ко всему Вот вышесказанному Еще и углы склонения орудия Хорошие Аж целых 10 градусов вниз Правда вверх Хрень полная 12 Но это обусловлено тем Что танку дают 150-миллиметровую фугасницу То есть по сути Я даже не знаю Что это назвать Арта Это ПТ-шка Но как бы у нас будет Позиционироваться пока что На супертесте Как тяжелый танк Сейчас давайте Как этот задорно говорил Наберите воздуха в легкие Да? Сейчас я вам расскажу Про его пуху Вы просто ржать будете Значит смотрите Предварительно у вас Может сложиться Впечатление Что я вам про фвшку Какую-то на восьмом уровне Рассказываю Это фугасница Это реальная фугасница Основной снаряд здесь Фугас С альфой В 950 В принципе Уже неплохо звучит Тем более Что пробивает 180 миллиметров Ну так В принципе С учетом того Что фугасы у нас Сейчас стали Достаточно скиллозависимыми Надо выцеливать А не просто В силуэт кидать Ну пока Случит не очень страшно Да тем более Есть и второй тип Снарядов ББшки С пробитием Аж целых 292 И альфой 650 Только для этого танка Этот снаряд Является специальным Перевожу с разработческого На русский Это голдовый снаряд То есть Хотите стрелять С хорошим пробитием Это голда У которой альфа Меньше 650 Хотите стрелять фугасом Но неизвестно Попадете Не попадете Пожалуйста Стрелять фугасом 180 пробитием И альфой 950 Многие из вас Скажут Так Ну фугас Сейчас у нас Пробивают Вроде бы Так же как и ББшки То есть ломают Там экраны Пробивают Ломают заборы И так далее Вот и в принципе Очень много Танков у нас На восьмом уровне До сих пор Наверное существуют Которые стандартным Снарядом обладают В 180 мм Типа ну смотри Не очень страшно Тем более что здесь Альфа 950 Типа звучит как имба Не ребят У этого танка Еще и барабан есть Точнее не барабан А систему дозаряжания На два снаряда То есть Вы можете зарядить Один снаряд А потом дозарядить Второй Первый отстреляете Барабан сбрасывать Не надо Он сам дозарядится Но Звучит все еще Как имбища Да Дальше мы начинаем Смотреть характеристики По перезарядке Первый снаряд Знаете сколько заряжается 30 секунд Ну до 28 Можно скинуть Там какие нибудь Экипажи Может быть даже 27 выжать Второй Знаете сколько Перезаряжается 20 секунд То есть Это тот Которым вы В основном Вы должны По идее Стрелять По мнению Разработчиков 20 секунд Ну до 18 И 17 Тоже А сбросить Это время Перезарядки Можно будет Скорее всего Досылатель Не дадут Поставить Опять же Пощупать Я сейчас Не могу Зайти На клиенты Потрогать Итого Смотрите Общее время Перезарядки 30 плюс 20 50 секунд Это два снаряда Перезаряжаются И это еще не факт Что вы будете Фугасы Перезаряжать Возможно Это две ББшки По 650 Итого 1300 урона За 50 секунд Я бы даже сказал За минуту Знаете почему Потому что Время перезарядки Между выстрелами 10 секунд Да Это досылатель Который перезаряжается Внутри Своего Грубо говоря Барабана 10 секунд Это самая долгая Перезарядка Внутри Одного барабана Дольше я не видел Это еще не все Ну такие Ну ладно Можно же выцелить Свистись Выцелить Точность на 100 метров 0,6 Это как у арты Ну плюс-минус Как у арты То есть арта Примерно обладает Такими же показателями По точности У этого танка Еще кое-что Его роднит С артой У него время сведения 7 секунд 7 долбаных Секунд 7 секунд И это Я даже не знаю Я не знаю Какая у него стабилизация Но время сведения 7 секунд Услышьте меня 7 секунд Даже КВ-2 Сводится быстрее 7 секунд Точность 0,6 7 секунд Сведения Это еще не все Скорость полета Фугасного снаряда Около 360 метров В секунду Это как у арты Как у очень Медленной арты Которая выстрелит Сначала в облака А потом оттуда Пролетит снаряд То есть На дистанции В кого-то попасть С точностью 0,6 С временем сведения 7 секунд И скоростью полета Снаряда 360 Разработчики Даже сами говорят Это танк Ближнего боя Это не ближнего боя Мне кажется С такой точностью И с такими параметрами Можно промахнуться И в упор Ну по ЛТшке Уж точно Которая вас будет крутить Ну может крутить Не будет А может вас начать крутить ББшка летит Ненамного быстрее 500 метров в секунду Боже Это такие параметры Это такая жопа боль И я бы понял Если бы это был Первый танк в игре Но у нас же есть ФВшки всякие С альфой там Я извиняюсь По 1750 С пробитием 230 Который перезаряжается За адекватные Там плюс-минус 20 секунд Ну я понимаю Что это танк Восьмого уровня У него характеристики Не должны быть Как у десяток Но он-то десяток Будет видеть Вы представляете Вы можете Вот перезаряжаться 30 секунд Грубо говоря Да Выстрелить И дать там В борт какому-нибудь Маусу На 75 хп Изи Со своим 950 альфой Ну может быть На 150 хп В общем В любом случае Это достаточно будут Смешные цифры Потому что Ну десяток пробивать С пробитием 180 Я не знаю Как вы будете В топе В топе Против шестерок Это может быть Опасной машиной Если конечно Шестерки не начнут От вас уворачиваться Просто пока в них Летит снаряд Они отойдут Там Заварят себе чайку Потом вернутся И отъедут В сторону Ну реально Там Через поле Малиновки Там время подлета Около 3 секунд Может быть Чтобы вы понимали То есть Ты увидишь Что в теле Летит снаряд Ты даже успеешь Отъехать Ко всему К этому Еще и скорость Заднего хода 12 км в час Вперед Едет кстати 30 Что для тяжа В принципе Не очень То и быстро Зато Удельная мощность 24 лошадки Это действительно Подрыв Очень хороший С места Но он тут же Упирается В свою максималку Короче Я не знаю Ребят Что по этому Танку сказать Вот сейчас Это выглядит Максимально Упоротой И отбитой Концепцией Ну понятное дело Что это супертест И все это будет Доводиться до ума На протяжении Какого-то время Там характеристики Будут меняться Супертестеры Будут плеваться И в конечном итоге Скорее всего Мы увидим Адекватную машину Но сама концепция Но то что мы увидели Сейчас Это жесть Ладно Спасибо что смотрели Пока пока